Дана Кожегалеева без пяти минут дипломированный специалист. В этом году студентка заканчивает Кустанайский госуниверситет по профессии экология. Сейчас перед девушкой стоит задача отлично защитить диплом и поступить на обучение по программе магистратуры. Магистратура этой специальности будет называться геоэкология и использование природных ресурсов. Ну, хотелось бы пойти, потому что после магистратуры как большое преимущество. Если после бакалавра можно только в школах преподавать и в колледжах, а после магистратуры можно уже и в вузах. То есть больше уже перспективы. Сегодня для тех, кто намерен продолжить обучение магистратуре за счет государства, выделено больше 12 тысяч грантов. А на подготовку специалистов с высшим образованием, так называемых бакалавров, больше 53 тысяч. Кроме того, бесплатно обучаться могут и претенденты на звание доктора PHD. В этом году число грантов для них составило 2240. Крупный заказ предоставлен для технических специальностей. По этому направлению выделено около 6 тысяч грантов. Распределение грантов, прежде всего, определялось Национальной палатой предпринимателя Томикен, исходя из дорожной карты развития бизнеса, исходя из пяти инициатив президента. И как раз таки, прежде всего, скажем так, в результате анализа была выявлена необходимость подготовки специалистов именно в области технических профессий, технических специальностей. Этими и обусловлено увеличение количества грантов на технические специальности. Лидирует в количестве грантов социальной и естественной науки, здравоохранение, сельское хозяйство и образование. Почти 8 тысяч бесплатных мест выделено для желающих поступить в педагогические вузы. По сравнению с прошлым годом число грантов на бакалавриат педагогических специальностей увеличилось на полторы тысячи. Плюс 344 гранта больше, чем в прошлом году, выделено на специальность русский язык и литература. Плюс 157 грантов, чем в прошлом году, выделено на специальность математика. Плюс 118 грантов выделено на специальность педагогика и методика начального обучения. Важно отметить, что помимо государственных грантов поступающие могут обучаться за счет местного бюджета. В этом году для абитуриентов Аким Кустанайской области предоставят 200 грантов. Они будут направлены на подготовку медицинских, педагогических кадров, а также работников сельского хозяйства, искусства и технологии. Виктор Ваташко, Дмитрий Гуренко, Диарахмичин, Динара Абдирова, РТН.